Самое новое, технологичное, очень сложное, но весьма полезное. Это проект ХайТек на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Сегодня предсказываем инсульты и занимаемся переводом. Пиксели вместо лиц, мгновенные переводы и, ну тут уж удивляться не приходится, множество гаджетов под управлением искусственного интеллекта. Вот что можно было увидеть на стартап-конференции TechCrunch Disrupt, которая прошла в Берлине. 240 компаний стали участниками этого события. Давайте оценим некоторые представленные на конференции разработки. В современных городах за жителями наблюдают тысячи камер, пускай хоть некоторые из них будут по-настоящему анонимны. Приложение Playground AI создано именно для этого. Пикселизация на лица, попавшие в объектив, эта программа накладывает сразу же, а не на постобработки. Создатели считают, что их разработка будет полезна журналистам, если они хотят позаботиться о максимальной конфиденциальности людей, интервью с которыми они снимают. Другой вариант использования мониторинг городской среды. Это пригодится властям, в случае если они хотят, к примеру, узнать, сколько человек ежедневно проходит через какое-либо место. Мы занимаемся сбором данных, и для этого нам необходимо соблюдать определенные правила конфиденциальности, поэтому пришлось создать этот довольно простой алгоритм для анонимизации данных в режиме реального времени. Наша анонимная камера захвата позволит любому делать фотографии в режиме реального времени и получать уже анонимизированные файлы. Компания из Шенчженя TimeCattle представила технологию перевода. Работает она благодаря искусственному интеллекту. Их устройство может мгновенно переводить текст с 40 разных языков. Просто поднесите гаджет к уху и попросите человека, с которым вы говорите, сделать то же самое. Начните говорить и дождитесь результата. По сути, получится синхронный перевод. При быстром сетевом соединении перевод происходит практически мгновенно, а при медленном соединении, возможно, придется подождать около секунды. TimeCattle WT2 уже доступен для покупки. Цена около 90 тысяч тенге за набор из двух устройств. Мы думаем, что в обычных человеческих беседах нам нужно смотреть в глаза и говорить на языке тела, а не передавать устройство туда и обратно. Вот почему мы хотели сделать все автоматически. Поэтому в следующий раз, когда вы приедете в Китай, просто отдайте эту гарнитуру тому, с кем вы хотите поговорить. И тогда вы сможете запросто поболтать. Термин «искусственный интеллект» не нов. Он был по-настоящему моден на технологических выставках в течение нескольких лет. И вот, кажется, наступает пора, когда искусственный интеллект начинает менять нашу жизнь. Тель-Авивская компания Nexar создала видеорегистратор, который подключается к облачному хранилищу. Вместо того, чтобы сохранять видеофайлы с автомобильного регистратора на карту памяти, Nexar загружает видео напрямую в облако. Это упрощает доступ к файлам в случае ДТП. Технология также используется для предоставления данных о передвижениях на авто городским властям. В настоящее время облачный регистратор испытывается в Лас-Вегасе. Тысячи камер Nexar на дороге загружают данные о дорожных работах и обстановке на улицах. Затем данные могут быть использованы муниципальными службами, для вызова ремонтных бригад или для оптимизации трафика. В разработке стартапа Evercode из Мюнхена алгоритмы искусственного интеллекта используются для прогнозирования неотложных состояний. Главная задача — определить возможность возникновения, к примеру, сердечного приступа или инсульта. Сейчас специалисты Evercode сосредоточены на алгоритмах предсказания эпилептических припадков. Обруч с датчиками анализирует активность мозга, и устройство может предупредить пользователя, если приступ вот-вот начнется. На конференции TechCrunch Berlin мы представляем наш алгоритм прогнозирования судорог на основе искусственного интеллекта. Мы надеемся, что он сможет помочь миллионам людей во всем мире. К МКС прикрепят отель. НАСА планирует разместить на Международной космической станции место для хранения роботизированных инструментов. Это устройство будет отправлено в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 во время его 19-й коммерческой миссии. Первыми объектами, что отправятся на хранение на этот склад, станут два роботизированных инструмента под названием Robotic External Leak Locators и REL. Эти механизмы созданы, чтобы обнаруживать разные газы, к примеру, аммиак. НАСА поясняет, что хранилище защитит инструменты от космической радиации, маленьких метеоритов или других высокоскоростных объектов. В робоскладе будет поддерживаться постоянная температура. Его расположат так, чтобы до склада могла дотянуться механическая рука Dexter. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова